Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос, прочитал ответы некоторые. Мне кажется, что наиболее профессиональным является Арвет Кудрячева и Игоря Леонидовича, наиболее таким полным и всеобъемлющим. Я рекомендую вам к его ответу присутствовать, потому что в корень смотрит коллега, вот, в данном случае. И, собственно, что он говорит, это вот, оно действительно так. Это вот все про вас. Но, тем не менее, давайте посмотрим на ваш вопрос. Значит, вы пишете, что, значит, адресуете свой текст исключительно мужчинам-психологам. То есть здесь у вас уже имеет место быть разделение по гентеру. То есть вот есть мужчины, вот, и они как бы такие, что я их, например, не понимаю, да, и женщины. И они здесь такие, что, ну, может быть, они и поближе будут, но все равно, все равно, как-то это все очень странно. То есть люди разделяют, ну, как бы, подразделяют других людей победным признаком тогда, когда, значит, в семье родители проявляли себя исключительно как, значит, вот, мужчины и женщины. То есть было четкое разделение между мужчинами и четкое разделение между женщинами. Вот. Возможно, это были сроки родителей, возможно, это были родители не сроки, то есть тут как бы статус варьируется, но, но мужское и женское начало в ваших родителях было достаточно сильно. И личностный аспект был крайне не разным. Вот. А я предполагаю, что со своим отцом вы взаимодействовали не так хорошо. Точнее, может быть, у вас не были и близкие отношения. Может быть, у вас не были и близкие отношения. Может быть, у вас не были и близкие отношения. Вот. Может быть. Но, тем не менее, я думаю, что все же в отношении к своим отцом у вас были, так или иначе, определенные перегибы. То есть это перегибы могут быть самого разного характера, начиная от отдаленности, заканчивая, наоборот, значит, излишней близостью с отцом. То есть близостью такой-такой, ну, не надо бы, не надо бы, да, то есть излишняя привязанность к отцу. Вот. А часть этим объясняется то, что вы привыкли к мужчинам по старше, я так понял. Ну, вы пишите, что никогда не общались со своими известниками, да, то есть вы не пишите напрямую, что вы общались с мужчинами старше. Можно предположить, что вы общались с мужчинами младше, но мне почему-то кажется, что все-таки мужчины у вас были исключительно старше или младше. Вот. И, в общем-то, в общем-то, в общем-то. Это одна из ключевых причин. То есть то, что вы не общались со своими сверстниками, говорит о том, что сами вы, сами вы, на психологическому, ну, на психологическому уровне, вот, по психологическому возрасту, да, вы находитесь, ну, немножко в другой весовой категории, категории. Вот. Это не обязательно плохая весовая, весовая категория. Это не обязательно кто-то плохой. Это просто другое. Просто другое. И вам нужен этот момент для себя, опять же, понять, да, вам нужен для себя этот момент зафиксировать. Стоит понять, почему так, почему так стало возможным для меня, для меня, вот. Почему я, может быть, такая вот, эм, ну что ж, в 21 год, да, я уже такая вот, может быть, излишне взрослая, допустим. С чем это связано? Может быть, мне нужно, эээ, больше, эээ, детскости, может быть, мне нужно больше непосредственности, вот. Может такое быть. Вполне. А может быть так, что из-за этого у вас проблемы с мужчиной, и что вы ждете от него каких-то, а, ну, более таких, а, более... Ну, более серьезных, что ли, а, действий, ну, вот. А, как бы, вот, его окружение, его позиция, его характер предполагают, что он вот, что он вот будет таким, и это нормально. Понимаете? Вот. То есть, его поведение, это что-то абсолютно нормальное. Его поведение особенно с учетом того, что вы общаетесь с его две недели, эээ, две недели, да, давайте, вообще, ща, тоже посмотрю, посмотрю, посмотрю. Так, общаетесь с парнем недели, недели две, да. Вот. Это абсолютно нормально. Понимаете? То есть, тут, эээ, вот, ваши ожидания, они не обрадуются, как сказал вам коллега. И смотреть нужно. Смотреть нужно на то, эээ, в первую очередь, для чего вам эти отношения нужны, почему вы хотите отношения с ними. Особенный, если, ну, особенный, если, особенный, если. А, вы говорите, что, до этого, да, до этого, у вас были отношения, а, только вот, ну, с другими мужчинами, а, другими мужчинами. Вот. То есть, тут, вот, нужно выяснять этот момент, потому что он важен. Дальше, дальше. Значит, эээ, следующий важный аспект. Это аспект того, что вас объединяет в мужчины. То есть, понимаете? Эээ, ключевой признак, ключевой признак, ключевая, ключевая, эээ, черта, отличительная черта отношений, связанных исключительно с гендерной, так сказать, гендерной принадлежностью. Вот. Это отсутствие общего фундамента и общих каких-то интересов, интересов, общих видов деятельности. То есть, эээ, для детей, для детей, ну, для школьников, да, эээ, например, эээ, для них нормально выстраивать отношения, не связанные, ээээ, значит, с собой никак, эээ, никак. То есть, для детей это нормально. Для детей подобная эээ, позиция, в общем и целом, она, ну, может быть, может быть, она не совсем эта позиция, ээээ, приемлема, да, но она, тем не менее, тем не менее, естественна. Вот. Гораздо реже, гораздо реже, а, дети, эээ, строят отношения, там, исключительно на, эээ, допустим, ээээ, основе игр, да, на основе, там, чистой дружбы. Такое бывает, но очень редко. Вот. Значит, ээээ, люди постарше, вот, как вы, вот, тут уже момент такой, да, люди постарше, они выстраиваются, отношения уже больше, ориентируются на какую-то совместную деятельность, что, в общем, эээ, и целом является нормой. Если люди адекватно, вот, понимают друг друга, вот, понимают друг друга, исключительно, как личности. Вот. Вы поймите, что ваш парень, ваш парень, он не мужчина для вас, сначала. Он не может и не хочет им быть. Для вас, опять. То есть, я не исключаю, что у него к вам симпатия, симпатия. Я не исключаю, что, может быть, вы ему нравитесь. Но он не может за две недели стать вашим мужчиной. Даже если он рассказывает вам про свои отношения, там, и что-то, и, ну, про что-то еще, он не может быть вашим мужчиной никак. Это невозможно. Он может быть только человеком. Он может быть только личностью в ваших, эээ, в этом, ну, по отношению к вам. И все. Не больше, не меньше. Понимаете? И то, что вы, то, что вы, эээ, ждете от него мужского поведения уже сейчас, это, эээ, результат ваших потребностей. Результат ваших желаний. Того, для чего вы хотите отношений с ним, да, и того, для чего вы хотите, чтобы он был более активный. Причем, заметьте, вы говорите, хотела бы. То есть, вы не берете на себя полностью ответственность за свои, ээ, желания. Вы как бы их, эээ, ну, стесняетесь в своих, своих желаниях. Боитесь, боитесь откровенно выразить их. А это тоже очень важно. Почему вы хотите, чтобы активный был он, да, но сами при этом активность не проявляется. То есть, получается, что вы не принимаете живого человека таким, как он есть. А это значит, что вы не принимаете себя, такой, какая вы, какая вы есть. Ну, здесь, понятное дело, мой ответ перекликается, эээ, ответов Кудрыщева и Игорь Леонидович. Вот, опять. То есть, то есть, сразу два момента, да. Первое, это то, что мужчина сейчас для вас мужчиной быть не может в принципе, вот. Второе, что его симпатия, его симпатия к вам, его поведение для, эээ, значит, ну, для возраста, вам, для возраста молодого человека, эээ, абсолютно нормально. Вот. То есть, то, что вы привыкли к отношению, эээ, к другому отношению, эээ, мужчин, ээээ, это ничего не значит. Если вы, если вы привыкли к чему-то другому, да, это не значит, что ээээ, ну, вам должны. То есть, это значит, что молодой человек должен вести себя, эээ, иначе должен вести себя по-другому. Ну, согласитесь, логично, логично. Вот. То есть, тут уже вам, опять же, решат, да. То есть, тут вам решат, понимаете вы его базисы или нет. Вот. И, соответственно, то, что вас связывает. То есть, насколько прочно-прочно ваш вендамент для отношений. То есть, если вы общаетесь в две недели, то, соответственно, по какому поводу вы общаетесь. То есть, что вас объединяет даже. Вот. Если вас объединяет только геймерный признак, как бы, ну, геймерное влечение. Даже не признак, а влечение, то, извините, но это не, а... Это не то, на чём можно построить хорошее отношение. Ну, адекватные, крепкие. Вот. Именно с этим человеком, именно с этим мужчиной, потому что мужчина, он явно вот в себе не совсем уверен. Он, видите, он боится близости, он боится с нами сближаться. Как опять же сказал мой коллега, он набивает себе цену. Да, он набивает себе цену. Вот. Но он это делает, он это делает, а то он не уверен в себе. И это нормально, для 20-летнего мужчины это нормально, это очень частое явление, но он еще может быть немного опыта в отношении, то, что он рассказывает там о себе, о своих там девушках и т.д. и т.п., ну это не совсем серьезно. А вы не можете его понять, потому что вы слишком взрослый. Знаете? Ваши детские состояния, ваши детские части личности не совпадают друг с другом. Знаете? И поэтому я поднял вопрос о совместимости. Знаете? То есть вы с ним отношения хотите для чего? Зачем вам отношения с ним? Например. Например. Да? Знаете, для чего вам отношения с ним? А насколько вы друг с другом будете хорошо? Хорошо. Ладно. Насколько вам будет друг с другом хорошо? Никто же не знает, не знает ответ на этот вопрос. Правильно? Как вы можете понять, что вот две недели проснули, а вы уже говорите, что я хочу с ним отношения? Две недели, четыре раза видел. Четыре раза видел. Все. Как вы можете понять, что вы хотите с ним отношения? Никак. По сути. Ну, отношения хочется? Да. Отношения хочется. Вопрос. Зачем? Вот. Вот нужно это понять, нужно это определить, определить для себя вам. Вот. И отделить то, что вы хотите отношения одно, а то, что вы хотите для, допустим, человека, да? Ну, для мужчин, собственно. Это другое. Совсем другое. Это вообще не одно и то. Понимаете? То есть, вы сами, получается, проявляете пассивность в отношениях. То есть, вы для мужчины ничего не делаете. Вот. Вы говорите, что вы хотели бы отношения, но что для вас отношения? Отношения. Отношения для вас это просто что-то получить, например, от него. Это не отношения. Опять же. это скорее потребность. Понимаете? Вот. То есть, я вам все это говорю не для того, чтобы вас обвинить. сделать для себя выводы и поняли, насколько вы все-таки хотите с ним быть. Понимаете? И хотите ли вы с ним быть? То есть, может быть, вы все-таки хотите чего-то другого. Понимаете? Потому что, ну, явно ваши, явно ваши, вот, составляющие личности, да, то есть, компоненты личности. То есть, они, они не, они не совпадают, вот, они не совпадают, ну, друг другом. И вам будет тяжело, что вы слишком серьезный, он слишком такой ребенок, вам уже сейчас с ним тяжело выходить с ним на отношения. Поэтому я думаю, что вам вот нужно определиться для себя, готовы ли вы его принять, таким как он есть в помощи. Готовы ли вы перестать требовать от него большей активности и просто принимать вот то, что он вам дает, сейчас. Если да, у вас могут быть отношения, если нет, значит не могут быть. И в таком случае уже не важно абсолютно, что он для вас хочет. Не важно абсолютно, чего он хочет. Не важно абсолютно, что он делает. Не важно абсолютно, как он себя ведет и почему. дальше. Так, значит, что ему нужно, спрашиваете вы. Вы. Вы ему нужно. Вы ему нужно. То есть он вам симпатизирует, но вот в силу своего возраста, да, ну некоторые мужчины, мужчины могут комплексовать по поводу, по поводу, по поводу именно своего возраста, да, то есть вот у меня маленький возраст, там она старше меня, вот все это плохо, ужасно и так далее. Вот. То есть в силу своего возраста мужчина может просто бояться проявлять к вам какую-то такую большинственную бачу, потому что он, ну, просто, возможно, не уверен в вас. Вот. То есть не уверен, что вы вот не уйдете от него, да, и не уверен, что вы к нему серьезно настроены. Это важно, что вы не показали ему своих намерений. Вот. Опять же. Ну понятно, почему, да, потому что вы ждете, ждете от него какой-то позиции. Вот. А это немножко, это, ну, это так не работает. Это работает все-таки несколько, по-другому чуть-чуть. Вот. А вот так вот можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их уличку. Я буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.